Стартуем, разобрал пока что упаковку, у нас аппарат еще пока ни разу не включался, обычно такая проблема, когда у нас затворы дурят, она проявляется при первом старте, и судя по описанию я вижу, сейчас я выставляю выдержку 3000, меняем на M, ой, 4000, и она должна появиться, поехали. Ошибка появилась, все, я вижу. Код ошибки, я сейчас перехожу опять в Error Details и листаю, после чего я вижу, что в верхнем положении у нас неправильно установилось зеркало, и у нас неправильно отработали синхронизация, то есть у нас получается, что механизм затвора и механизм зеркала неправильно вместе вошли в синхронизацию, за счет этого получилась ошибка. Сейчас аппарат очень достаточно полежал, включаем и закрываем крышку, видим, что отработала карта памяти и аппарат врубился. Сейчас нет никакой ошибки, мы видим, что у нас абсолютно все четко, все прекрасно и хорошо, но стоит нам сделать спуск, у нас будет ошибка, и она будет. Сейчас я хочу посмотреть, а будет ли она, если мы включим режим, ну допустим, Mirror Up, видим, что ошибки нет. Отлично, значит у нас нет проблем с зеркалом, но в данном случае есть, потому что сработал затвор. Соответственно, что произошло, у нас шторка затвора пролетела не с правильной скорости, и получилась ошибка. Теперь повторяем еще разочек, Mirror Up без ошибки, спуск без ошибки. И в целом, дальнейшие все манипуляции у нас будут без ошибки. Делается ли при этом кадр? Конечно делается. Он его делает, он получается, первый кадр, он получается всегда чуть-чуть перезасвеченный, то есть вот он. Но они у меня все будут засвечены, потому что по сути с открытой крышкой. Если с объективом сделать, то я сделаю это попозже. Знаю, что аппарат выдает регулярную ошибку, сейчас подождал, пока он выдаст, успокоится. Сейчас 4000 стоит, 1.8. По экспозиции, так, 160, по экспозиции у нас все в норме, я покажу сейчас информашку. Так, и здесь, InfoWood. Замер по экспозиции у нас в серединке, я делаю контрольный тестовый снимок, просто S. Так, у нас 85, не получится так близко. Итак, у нас сделал кадр, и не записал, но это изображение записано, и попал куда надо. Теперь исключим из этой всей истории объектив и поставим с отверстием. Соответственно, здесь необходимо выкрутить на максимум все, и я хочу сделать просто рядочек снимков, просто покадровая съемка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Видим, что разница все-таки есть. Первый кадр и десятый кадр имеют разницу по яркости. При этом у нас не мигает свет в помещении. Мы видим, что они все, в принципе, по-разному. Скорость прохождения шторки меняется. Всем привет, друзья, вы на канале Digital Shaman. Меня зовут Иван, сегодня у нас D750 и пришел с такой странной проблемой. При старте всегда дает ошибку, но последующие кадры у нас абсолютно нормальные. Первый кадр всегда пересвечен, но остальные все работают вообще замечательно. В чем проблема, никто не знает, все теряются в догадках. Что ж такое-то, камера-то имеет маленький пробег, практически она не работала, и до ней даже, в общем-то, и потертости нет. Давайте посмотрим. Настройке этот аппарат полностью не поддается, он постоянно выдает эту ошибку при любых значениях затвора. Теперь я хочу снять замедленную съемку работы затвора. Хочется посмотреть, как отрабатывать затвор на четырехтысячной выдержке на замедленной съемке. Поехали. Ну что ж, давайте чинить этот фотоаппарат, что конкретно будем делать. У нас есть новый затвор для этого фотоаппарата. Поставка, как всегда, поставляет нам абсолютно новые запчасти. Сразу хочу обратить ваше внимание вот сюда. Здесь на шлейфах нет никаких точек от касаний коннекторов. И, конечно, шторы у нас абсолютно чистые. Также обратите внимание, как вот здесь стоит датчик положения. Если взглянуть поближе на затвор вот сюда, то можно увидеть вот эту деталь. Итак, если взглянем сюда внимательно, здесь увидим вот в этой стороне два датчика оптических, которые считают проходы вот этой вот штуки. И если там она будет сдвинута хотя бы на какую-то долю из этих вот рисок, то у нас будет проблема с синхронизацией. Вот я думаю, что там вот именно это. Однако не исключено, что и каким-то образом вот эти конденсаторы конкретно на конкретной шторке, а в данном случае у нас получается еще первая выносится с опозданием, возможно, один из конденсаторов там сломан. И он создает такую проблему. Но у нас вот есть конкретно вот с этим точно проблема, и будем его сейчас как-то решать. Конкретно будем менять затвор. Также обратите внимание, что у нас здесь есть скорость шторки, и 111 это монитор. Adjustment Monitor это для настроек. Это нужно будет нести в программное обеспечение. Ну что ж, друзья, начинаем процедуру по разборке. Поехали! На аппарате очевидны следы вскрытия, и это прямо нам говорит о том, что когда-то его вскрывали, скорее всего на нем заменили затвор, и после этого и начались все проблемы. Пробег сбросили, и, в общем-то, вот имеем то, что имеем. Сразу по покраске могу сказать, что покраска не оригинальная, и она выглядит, отличается от оригинальной тем, что такое имеет несколько матовый оттенок. Ну и, конечно же, ошибка никуда у нас не уходит пока что. Первый кадр всегда с ошибкой. Субтитры сделал DimaTorzok Фиксируем отпечаток пальца, который здесь находится. И это еще одно доказательство в пользу того, что фотоаппарат ранее вскрывался, и производились какие-то манипуляции. И когда мне говорят по поводу того, что внутри винта может быть у нового фотоаппарата блестящая крестовина, я всегда говорю, что это нереально. Это был вскрытый фотоаппарат. Итак, еще второй фактор того, что он вскрывался. Эта пленка сложена гармошкой. Складывается на гармошке только тогда, когда уже повторно снимается вот эта пленка. И только в этом случае. Так, а вот здесь что у нас? Так, это похоже на какую-то чешуйку кожи. Да, это чешуйка кожи. Нормально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, снял матрицу. На матрице есть пылинка. И вообще, в целом, ощущение, что матрица стоит не очень правильно. Нужно будет посмотреть, насколько тут все верно выставлено. Итак, осмотр затвора. Первое, что бросается в глаза, это шторки. Если с этой стороны, в принципе, все норм, с другой стороны, вот как. Здесь мы видим царапинку. Здесь мы видим царапину. В этих местах отметины и небольшие белые вот такие вот блестящие моменты на каждой шторке. Все вместе суммарно нам дает представление о пробеге примерно от 50 до 100 тысяч. Примерно в этом диапазоне. Но никак не 4 тысяч. У старого затвора здесь написано единичка. И обратите внимание, что вот с этой стороны тут видно еще и точку. На второй шестерне, вот здесь, вот тут. Так, на новом затворе мы видим здесь двойку. И никаких точек вот тут нет. Неважно, двойка или единица. Не единица, расстояние здесь одинаковое. Только вот в этой шестерне неправильное положение. Сейчас разберу вот эту часть и покажу шестеренки. Расположение шестеренок в старом затворе. Расположение шестеренок в новом затворе. Я так полагаю, что вот в этом механизме просто неправильно был установлен вот этот вал. А так как он связан там дальше с механизмом, то у нас нарушается, получается, положение вот этой вот части. Поэтому он прокручивает это все в первый раз, когда стартует, запоминает. И дальше работает. Как только у нас уходит из временной памяти память о том, в каком положении стартует этот фотоаппарат, он заново проходит эту ошибку. Вот такая история. Так что этот затвор выглядит как новый, но не новый. Выстроив в нем такую же позицию, у меня выстроилась и шестерня вот эта. Взводная в то же положение. Как и должно быть. Они чуть-чуть больше. Ну и казалось, вот я выставил, может его и поставить посмотреть. Нет, ребят, тут так не пройдет. Мы видим, что разное сопротивление на катушках. Есть вероятность, что и катушки-то старые. Соответственно, бывает у катушек такой момент, когда они залипать начинают. Просто в холостом состоянии стоят. И за счет того, что якорь находится слегка разбит, или находится в таком положении, что прилипает, получается так, что шторка реально залипает и может тормозить процесс. Поэтому первый кадр может выдавать такую ошибку. Поэтому, чтобы не тратить время и не отправлять аппарат с условно исправленным дефектом, я поставлю новый затвор, который точно не даст эту проблему. Затвор я передаю заказчику. И для тех, кому будет интересно поиграться с этим затвором, можно приобрести будет у заказчика этот затвор. Ну а пока, собираем. Затвор я передаю заказчику. Итак, камера собрана. Стартуем. Вставляем аккумулятор. Сейчас необходимо будет внести значения 2 и 111 в программетр «Надо». Поскольку я уже несколько раз эту тушку прошивал и пытался сбросить все параметры, то сейчас при старте будут вообще стартовые параметры, которые успели здесь сохраниться. Мы включаем программу «Торнадо Никон» и получаем данные сейчас о тушке. Мы видим, что здесь куча ошибок. Эти ошибки у нас появились в результате того, что я его тысячу раз уже тестировал по-всякому. Уничтожаю все ошибки, нажав на кнопку «Клею». И сейчас перейдем в раздел «Шаттер». Вот здесь, в разделе «Шаттер» нам необходимо поставить вот сюда значение 2. Ой, не 622. 2. А сюда и в «Райт». Сейчас у нас щелкнет фотоаппарат. Есть. А сюда мы ставим 111. И тоже нажимаем «Райт». Теперь у нас все настроено. Еще раз «Коннект». Как видим, ошибку не выкидывает сейчас. Но подождем через какое-то время и еще раз делаем тест. Обычно это занимало минут 7 и после того, как включали заново аккумулятор, у нас возвращалась проблема. Теперь выключаем. Ссылка на программу в описании. Еще раз «Коннект». Как видим, ошибку не выкидывает сейчас. Но подождем через какое-то время и еще раз делаем тест. Обычно это занимало минут 7 и после того, как включали заново аккумулятор, у нас возвращалась проблема. Теперь выключаем. Ссылка на программу в описании. Итак, с момента обновления у нас прошло 10 минут. Включим аккумулятор. И проверяем. Мы видим, что на 4000 проблема не вернулась. Это первый кадр, и спустя 10 минут он спокойно отрабатывает. Хорошо, ждем еще время. Давайте постоим, подождем 30 минут. Аккумулятор, конечно же, извлекаем. Итак, прошел целый час. Решил не полчаса, а час подержать. Закладываем аккумулятор. Включаем тушку. И 4000. Без проблем, вообще без проблем. Live view. Все отлично. Переходит. Теперь выключаем, ставим флешку. С этой стороны устанавливаем крышку с отверстием. А с этой стороны производим съемку. То есть сейчас я на 4000 произведу съемку. У нас очень высокий ISO. И смотрим. Сразу включаем. Мы видим, что у нас не меняется яркость кадра. Смотрите. Кадр остается одинаковым. В данном конкретном случае у нас действительно проблема была с затвором. Ну и, в общем-то, мы ее и устранили. Отлично. Ну что ж, друзья, мы подошли к концу. Ну, многие думали о том, что здесь конкретно проблема не только с затвором, но и с некоторыми компонентами, которые создают помехи в работе затвора. Но, как показывает результат, действительно проблема с затвором. Поэтому при сборке и при замене затвора обязательно смотрите на положение, на стартовое положение шестеренок. Если все совпадает, то ставьте. Если сопротивление совпадает, то тоже ставьте. Если есть какие-то перекосы по сопротивлениям, то есть вероятность, что есть и перекосы по натяжениям штор и многим другим проблемам, которые приводят к этой вот самой поганой ошибке. Если ошибка бывает хорошо, если она стабильно появляется, вот именно когда каждый кадр, тогда вы можете еще и отрепетировать это все при помощи настроек скорости затвора. Но в данном случае никакие настройки, никаким образом не влияли на эту проблему. И только замена затвора решила полностью эту проблему. Ну что ж, все. С вами был Иван, канал Digital Shaman. Поддержите меня лайком, подпишите комментарий и подпишитесь сами. Это очень важно для развития канала. Всем пока! Да и кстати, видео снято на новые смартфоны. Это у меня сейчас фронталочка. А где вы смотрите на фотик, это у нас основная камера. Это Huawei P60 Pro. И в целом очень хорошо.